Сделаем такой обзор паттернов. Они частично из банды четырех, а частично это паттерны, которые в ноде специфические и в JavaScript специфические, которые именно у нас используются, и они не классические паттерны. Как минимум, что мы, давайте самое простое, что мы используем из JavaScript. У нас есть типичное, встроенное в язык, такое, с чем мы имеем дело каждый день. Это итератор. У нас есть реализованный уже в языке контракт итерирования, поэтому паттерн итератор у нас даже не нужно никаких классов делать, он у нас уже реализован. И у нас есть символ итератор, и, в общем-то, для этого, чтобы реализовать итератор, у нас все есть прямо в JavaScript, в языке. Потом паттерн прототип, тоже такой паттерн классический из банды четырех, так он у нас тоже встроен в JavaScript. По сути, у нас прототипное программирование, это у нас уже все эти возможности есть. Потом наблюдатель, да, обсервер. У нас повсеместно, что на бэкэнде везде есть ивент-эмиттеры. Это простая реализация обсервера, но не из двух классов, значит, а из одного класса сделанная. На фронте тоже есть ивент-таргет, да, и, собственно, там она из двух классов сделана, то есть один класс подписывается, один класс выдает эти события. То есть, по сути, у нас паттерн обсервер сводится к двум разным реализациям паттерна. Это ивент-эмиттер и ивент-таргет на клиенте, ну, во всем браузерном программировании. Потом, что у нас есть из таких вещей, которые еще встроены в язык, да. Ну, по сути, у нас синглтон реализуется, нам не нужно его делать при помощи, там, классов или как-нибудь, там, хитрым каким-то способом. У нас в JavaScript система модульности отдает синглтон. Это нужно немножечко объяснить. Почему? Потому что что CommonJS, что ECMAScript модули, вот если мы создаем какой-нибудь экземпляр чего-нибудь, да, просто литерал объекта или сделали класс и потом, значит, от него сделали instance объекта, и его экспортируем из модуля. Вот все, что экспортируется из модуля, это уже и есть синглтон. Потому что, по сути, все, что экспортируется из модуля один раз, оно, когда модуль загрузился, вот оно, значит, один раз исполнилось, и мы его экспортировали. А потом мы в десяти местах именно этот instance импортируем. По сути, система модульности нам всегда дает возможность сделать синглтон вообще без всяких дополнительных классов, без всяких дополнительных конструкций. То есть, по сути, в системе модульности JavaScript уже зашита реализация паттерна синглтон. Дальше, что у нас из такого вот, что мы часто используем? Ну, в ноде, да, вот у нас есть реализация цепочки обязанностей Chain of Responsibility, но она немножечко неправильно сделанная, потому что middleware подразумевают то, что каждый middleware может обращаться к стейту запроса и менять результаты запроса. То есть, в Chain of Responsibility имеется в виду, что у нас есть несколько звеньев, которые зацеплены один за другой и передают управление, но как только одно из этих звеньев в Chain of Responsibility взяла на себя ответственность за исполнение запроса, оно перестает передавать управление дальше, оно сразу говорит, все, я все сделаю, и отвечает на этот запрос. То есть, а те звенья, которые передают управление дальше, они никак не мутируют состояние ни запроса, ни ответа. То есть, они вообще только проверяют, это их случай или не их случай, и передают управление дальше. Вот что такое Chain of Responsibility? На самом деле, у нас что-то похожее есть, но оно у нас криво реализовано традиционно в большинстве фреймворков, и лучше такой способ не юзать, это мы понимаем. Потом, что у нас еще часто используется на уровне общего употребимого адаптера? У нас практически везде есть Callbackify, Promissify, ну, прямо вот в утилитах ноды это есть, часто это во всяких библиотеках имеется. То есть, по сути, паттерн-адаптер можно реализовать разными способами. Это можно сделать какой-нибудь класс, который будет оборачивать инстанс другого класса, то есть, хранить его, по сути, там где-то у себя в приватных полях, а наружу отдавать другой интерфейс. То есть, у того, что мы хотим адаптировать, есть один интерфейс, а наружу мы хотим другой интерфейс отдавать. Вот мы, по сути, это можем сделать при помощи классов, ну, и вот в Java, в C++, в C Sharp оно обычно так и делается, что у нас один класс является адаптером для другого класса. А в JavaScript у нас, по сути, чаще всего у нас получается, что это функция-обертка какая-то, которая, значит, просто имеет один набор параметров, там, аргументов каких-то, и, значит, она их как-то преобразует и передает в другом порядке, в другой последовательности. Очень часто это связано еще с синхронностью. Ну, то есть, она преобразует целый контракт, вот контракт callback last error first в контракт промисов, там, ну, например, да, или там контракт итерируемости, там, значит, в какой-нибудь контракт, который тоже, тоже позволяет итерировать, ну, итерировать поток событий. Вот чтобы мы, значит, итератор преобразовали в observer. Вот это тоже такой адаптер, который умеет преобразовывать один подход к итерированию в другой подход к итерированию. Вот нам может оказаться, что у нас приходят пакеты на стрим, ну, практически там на какой-то readable стрим, вот сокет какой-то, да, а мы хотим не просто, там, идти форофом по этим пакетам, а мы хотим эти все пакеты отправлять куда-нибудь в Rx, и чтобы он их как-нибудь там фильтровал, как-то преобразовывал, ну, или написали свою поточную обработку событий, и хотим тоже, значит, что-то с ними там делать. Ну, вот, по сути, мы можем тоже написать такой адаптер, который будет из итератора читать, а куда-нибудь, значит, в другое место писать. А фороф у нас, по сути, умеет работать, видите, и с итератором, фороф умеет работать со стримами, ну, то есть он вот такой вот более универсальный, у нас вот цикл обычный джаваскриптовый, что он с несколькими паттернами работает. Он умеет и с итератором работать, и с, по сути, потоком событий, и, значит, вот такое. Так, что у нас еще есть из часто используемых паттернов, которые, ну, вот просто в каждом приложении бывают? Это фасад. Фасад. Какая его основная идея? Что у нас есть несколько абстракций, и нужно эти абстракции скрыть за внешний фасад, за общий какой-то такой вот интерфейс, который мы один внешний спроектировали, но мы не хотим, чтобы из-за этого интерфейса было видно детали реализации, чтобы он как-то скрывал, что там внутри происходит. То есть вот фасад у нас тоже часто используется. К примеру, у нас может быть система какая-нибудь, значит, генерации отчетов, там внутри может быть, я не знаю, каких-то 20 каких-то классов там, или какая-то машинерия, которая что-нибудь там генерит, вычисляет, потом, значит, рендерит, потом куда-то загружает в какой-то файл storage, а снаружи может там три функции торчать, что вот нам нужно сгенерировать отчет, мы ему там передали тип отчета, какие-то параметры отчета. Вот фасад может быть очень лаконичным. Вся задача фасада – это снизить когнитивную нагрузку на людей, которые будут использовать целую, там, значит, огромную машинерию нашего модуля, и очень часто фасады гораздо более лаконичные, чем если бы мы обращались там к 20 абстракциям. Нам бы нужно было их там как-то увязывать, там, одну в другую передавать и всякое такое. Так, что у нас еще такого очень типичного в JavaScript бывает? Ну, значит, есть, это скорее даже в TypeScript, в JavaScript тоже есть свои там декораторы, да, но в TypeScript они более распространены, и вот мы видим, что там на Nest'е люди пишут при помощи декораторов, ну, практически все, и без них, ну, можно написать без них, но это будет очень нетипично. Ну, в общем, паттерн-декоратор позволяет что сделать? Это позволяет не императивно писать логику, а добавить какое-то декларативное описание так, чтобы не делать наследника, чтобы сократить количество абстракций, сократить количество наследования, чтобы мы могли метаданные куда-то прицепить. Ну, это на самом деле мы можем делать не только при помощи декораторов, встроенных в язык, то есть ECMAScript-овых декораторов или TypeScript-овых декораторов. Вот в метарке мы можем к модулям пристегивать метаданные просто в виде JSON-а, и потом, значит, они как-то обрабатываются. Можем, как это, практически к любой абстракции дополнительные пристегивать какие-то данные. Вот в метасхемах, допустим, там все сделано без декораторов, в терминах JavaScript и TypeScript-а там декораторов нет. Но метаданные есть, и это позволяет нам тоже избавляться от наследования. То есть, по сути, мы идеи паттерна-декоратор реализуем, но не при помощи конструкций, которые называются декораторами. Так, ну, какие у нас еще есть часто распространенные шаблоны из банды четырех? Стратегия. Но в отличие от, опять-таки, таких языков, там, как Java, C++ и C Sharp, в которых все это принято делать на классах, в JavaScript у нас стратегия может выражаться разными способами. Самый простой – это коллекция, и каждая из функций имеет одинаковый интерфейс. Ну, допустим, это может быть коллекция обработчиков, это самое, endpoints. Это может быть коллекция сериализаторов. Вот у нас ключами в этой коллекции будет алгоритм сериализации, сериализации, там, допустим, какой-нибудь там XML, JSON, YAML или еще что-нибудь, наш какой-нибудь там формат, там, значит, V8 формат сериализации, это может быть, это может быть там какой-нибудь специальный нами придуманный бинарный способ сериализации именно вот наших этих самых. Это может быть, допустим, тоже мы можем добавлять. Какие еще могут быть стратегии, там могут быть разные протоколы. Вот как мы обрабатываем там запросы, мы их отправляем через HTTP, HTTPS, WebSocket, GRPC там или еще. Это тоже может быть вот стратегия. Потом там, какой используем мы стратегию кеширования. Вот мы можем кешировать в оперативке, можем кешировать в там Redis, можем еще где-то кешировать, но по сути мы можем держать себе такую вот коллекцию из разных типов кеширования и выбирать из нее одну из стратегий кеширования или там стратегии сериализации, стратегии обработки приходящих запросов по имени. То есть ключом в коллекции будет имя стратегии, а реализация – это будет просто много функций с одинаковым контрактом. Вот главное, чтобы все эти функции, которые сидят в этой коллекции, были с одинаковым контрактом. Но это может быть и другая реализация стратегий. Это может быть коллекция, где ключом будет имя коллекции, а значение будет класс. Тоже вариант. Можно так сделать, чтобы у нас ключом было имя стратегии, а значением была фабрика. Вот фабрика, которая создает какие-то экземпляры. И это или же может быть фабрика, или класс, или функция. То есть мы на самом деле стратегию можем представлять себе в виде чего-то с фиксированным интерфейсом. Ну и главное, чтобы эта стратегия была доступна из какой-то коллекции по имени. Ну, если более классический, то мы можем иметь какой-то более родительский класс, который будет скрывать у себя в модуле эту коллекцию. Мы к этому статическому будем обращаться к какому-то модулю. В нем этот класс будет, допустим, сериалайзер. Это абстрактный класс, у него статический метод сериалайз. Мы не знаем, каким алгоритмом он умеет сериализировать. Мы ему можем туда передать инстанс, а он там у себя внутри модуля уже имеет эту коллекцию сериализаторов. И по имени обратится, допустим, к лисон сериализатору. И точно так же там будет какая-то коллекция десериализаторов. То есть вот стратегии мы тоже очень часто используем, просто мы это так иногда и не называем даже. То есть мы себе сделали как удобненько, а на самом деле мы все это время использовали паттерн-стратегия, совершенно даже не отстреливая вопроса о том, что это была стратегия. Так, какие у нас еще есть из паттернов банды четырех, такие распространенные, да? Значит, мост, команда, посредник, компоновщик, снимок, state, потом flyweight, visitor, что у нас еще есть, и прокси. Ну, прокси, да, вот мы еще, кстати, прокси. У нас просто в JavaScript встроен как язык, да? По сути, нам ничего не нужно плодить для того, чтобы реализовать прокси. Ну, а все остальные, они достаточно специфические. Ну, к примеру, вот flyweight нам практически не нужен вот так вот на каждый день в JavaScript. Но в каких-то случаях, в отдельных, в определенных областях, ну, вот, к примеру, GimDev, нам нужно моделировать предметную область, в которой будет там какие-то просто сотни и тысячи каких-то врагов на нас лезут, да? Это инстансы этих врагов, у них, они, каждый из них там реализует одинаковый интерфейс. И нам бы хотелось не выделять на каждого из этих врагов память, потому что они все очень похожи. И нам бы хотелось сократить выделение памяти, сократить обращение к свойствам, ну, в общем, чтобы как можно более легковесно реализовать тысячу однотипных врагов. То есть у них, допустим, только координаты разные и скорость разная, и там направление движения разное. То есть вообще за этим фатером может скрываться что-нибудь совершенно другое. Не инстансы классов, да? То есть у них, конечно, есть какой-то там внешний интерфейс, к которому мы обращаемся. А вот само состояние этих объектов, которые вот внутри хранятся, мы их можем хранить там, допустим, в каком-то типизированном массиве. Там, допустим, у нас есть типизированный массив с координатами, потом со скоростями там или с каким-нибудь там весом, значит, каких-нибудь метеоритов там, значит, или каких-нибудь частичек, которые там на нас летят, там, значит, где-нибудь действуют на наш какой-нибудь космический корабль, там, сталкиваются с ним там или могут там его повредить. То есть нас интересует сильно мало от них всяких данных. Это может быть там плотность, скорость, вес, направление движения там и координаты. Ну вот это все можно хранить там в массивах и таким образом не инстанциировать каждый из этих объектов. Вот вы представляете, мы влетаем там в какое-нибудь поле метеоритов и нам что, на каждый метеорит инстанс объекта заводить? Ну, гораздо проще их все-таки все хранить где-нибудь просто в типизированном массиве. А обращение к ним делать уже как будто бы вот мы, когда с ним работаем, мы хотим интерфейс иметь такой, как с отдельным объектом. Так, что у нас еще такого вот нетипичного, что в банде четырех у нас не встречается? У нас очень часто есть открытый конструктор. Вот мы его можем встретить, допустим, в стримах, когда у нас readable, writable или transform. Вместо того, чтобы мы наследовали от readable, делали там, значит, какой-нибудь slow readable, допустим, который читает с замедлением. Или там transform какой-нибудь, который фильтрует. Мы бы могли сделать extends и там реализовать эту функциональность. Вместо extends мы можем просто функцию read, transform, write, мы можем ее просто передать в конструктор. И у нас создастся экземпляр, куда, собственно, эта функция будет вставлена, и у нас не будет наследования лишнего. То есть это сокращает количество наследований, ну, вообще количество классов в системе, чтение исходников. То есть это гораздо проще делается. Потом какие-нибудь такие вот, ну, паттерн-команда, где у нас может использоваться. Ну, это, по сути, паттерн, который позволяет как-то, в общем, однотипные действия, то есть однотипные действия тоже сложить в коллекцию. У нас вот то, как я рассказывал, как, может быть, мы сложили там в коллекцию разные там логеры, там, сериализаторы или еще что-нибудь. Вот примерно то же самое у нас в JavaScript паттерн-команда тоже вырождается в коллекцию. По сути, можно там в коллекцию функций или в коллекцию объектов. У каждого из этих объектов может быть там несколько свойств с разными метаданными и несколько там методов. У них у всех получается какой-то будет общий интерфейс. У каждой команды может быть метод do или там execute. По сути, у нас у каждой команды может быть имя, там, значит, timeout и метод execute. Вот, по сути, это будет коллекция, так что... Вот паттерн-команда вот точно так же может упрощенно быть реализован в JavaScript. Значит, из нетипичных таких вот паттернов, ну, это вот все, что связано с стримами. Ну, стримы, они как бы вот не входят в или там реактивное программирование или какие-то трансформеры, значит, трансформ стримы там и все это дело, оно, скажем так, стоит вне паттернов банды четырех. Ну, там на самом деле огромное количество у нас есть всякой машинерии, которая у нас позволяет использовать стрим в качестве итератора, допустим, значит, или там, значит, стрим куда-то пайпить. Да, это, ну, тоже как бы можно сказать, что вот это что-то похожее на паттерн, то есть какую-то одну абстракцию мы пайпим там в другую абстракцию. Она может быть стримом, а мы можем на самом деле придумать, это может быть поток событий, да, то есть это как бы мы можем рассматривать стрим и как стрим, именно там нодовский стрим или там фронтендный стрим, который тоже можно пайпить, а можем его рассматривать как там поток событий, а можем его рассматривать как ивентимитр, да, то есть по сути у нас в JavaScript мире вот эти вот типичные все названия, которые там в банде четырех, они очень слабо используют их внутренних культурных особенностей, внутренних своих названий, и мы это уже просто привыкли называть по-другому, и почему нам все-таки нужно обращать внимание на паттерны банды четырех, и почему нужно посмотреть и провести параллели между тем, вот как называют это люди там в Java, в C-Sharp, в C++, там в других языках, потому что нам с ними нужно периодически взаимодействовать. Вот откуда, вы думаете, берутся обычно там, значит, архитекторы или CTO в командах с JavaScript, с нодой, со всякими фронтендными фреймворками, да это на самом деле люди, которые раньше были разработчиками, ну, в то время, когда они писали код, просто были другие языки, там были Delphi, там, CBuilder, или .NET, ну, в общем, это люди, которые сформировались в старой парадигме, они помнят еще старые названия паттернов, вот все эти книжки читали, там, Гради Буча, всех вот этих вот, всех вот этих товарищей, и нужно разговаривать на их языке, чтобы нужно было, точнее, чтобы было возможно с ними настроить нормальный разговор, чтобы понимание настроить, нужно научиться говорить на их языке и понимать их, что они говорят, когда они, вот, имеют в виду какие-то, значит, паттерны, там, значит, говорят, сделайте там нам фасад, там, значит, или реализуйте нам observer, да, мы, как бы, таких слов в JavaScript редко слышим, но по сути, по сути, мы все это делаем, просто нужно, видимо, нам сделать такой каталог с паттернами, и в нем будут примеры написанные, ну, для каждого паттерна мы, наверное, подготовим, как часть курса будет вот такой каталог, в котором каждого паттерна будет реализация, ну, естественно, что там будет реализация классическая, как мы берем это из книжки, и плюс вот какая у нас традиционная в JavaScript, и, возможно, даже для некоторых несколько реализаций, допустим, для JavaScript-ового бека, для JavaScript-ового фронта, а для некоторых, может быть, еще будет несколько разных реализаций этого паттерна, потому что, ну, паттерн в старых языках был один, да, а у нас сплитнулся. Вот что у нас случилось с observer, да, он, по сути, мы иногда пишем на бэк-энде при помощи event-эмиттера, а вот на фронт-энде кто-то, бывает, сделает себе event-эмиттер или полифил какой-то event-эмиттера подгрузит и использует его, а кто-то использует вот нативный JavaScript-овый event-таргет, то есть не делая себе event-эмиттера. Ну, по сути, паттерн сплетнулся в несколько. Иногда вот у нас паттерны сливаются, вот, как я рассказал, с командой и стратегией. То есть, по сути, в тех языках, там, где все на классах, там, где все с церемониями, то там эти паттерны имеют разную природу. Из-за того, что у нас, как бы, везде есть, точнее, у нас все абстракции в языке, они все первого класса, у нас и функции первого класса, и классы первого класса. Что это значит? Это значит, что, по сути, JavaScript один из немногих языков, где вообще функция может вернуть не instance класса, а сам класс. То есть, мы можем на вход функции передать класс, там его внутри заэкстендить и вернуть как результат функции. Это вообще очень нетипичное для языков программирование явление, что так вообще можно сделать. То есть, у нас классы первого класса, то, что называется, то есть, они являются основной абстракцией языка, над которой, возможно, любая модификация в рантайме. Конечно же, TypeScript к этому немножко не готов, к тому, что классы будут генерировать вот так вот в рантайме. Ну, что поделаешь. Это очень удобно, поэтому, ну вот, во всяком случае, люди так делают, и это приводит к тому, что у нас в JavaScript очень много динамического связывания и очень много метапрограммирования, очень много какого-то, значит, гибкого кода, который позволяет, ну, меньше писать просто и без церемонии это делать. Так, ну, в общем-то, это основной обзор. Все остальное будет в виде лекций. По каждому паттерну будет в курсе лекция, примеры кода, задачки и все такое. Теперь, пожалуйста, вопросы.